с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 9 июня международный день друзей возможно этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому чтобы спустя какое-то время позвонить или написать старым добрым друзьям а потом собраться по возможности шумной дружной компании и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями сегодня отмечается международный день архивов сегодня день группы советских войск в германии вот эта памятная дата связана с формированием в 1945 году группы советских оккупационных войск в стране под названием германия позднее в 1954 году она была преобразована в группу советских войск в германии а затем в 1989 году в западную группу войск самое масштабное объединение советских войск которые дислоцировались рядом с вооруженными силами нато основу группы составляли войска 1 и 2 белорусских и 1 украинского фронтов первым главнокомандующим был назначен маршал ссср георгий жуков у родившихся в этот день 1661 год в этот мир приходит федор алексеевич русский царь с 1676 года из династии романовых сын царя алексея михайловича и царицы марии еленичны врожденной милославской старший брат царей ивана пятого родной и петра первого единокровный в его правлении начинает проводиться ряд прогрессивных реформ но из-за слабого здоровья царь пробывает на троне всего шесть лет в 1672 году рождается петр первый алексеевич прозванный великим последний царь все руси и первый император всероссийский тоже представитель династии романовых был провозглашен царем в десятилетнем возрасте стал править самостоятельно с 1689 года формальным соправителем петра был его брат иван отвоевав выходы к северным и южным морям построив несколько городов крепостей петр наладил постоянный торговый и интеллектуальный обмен между россией и западными странами его могучая незнающая покоя натура вывела страну на новую дорогу и сделал россию одной из главных держав европы того времени ну а самому петру удалось стать символом огромной страны на все времена и при любом строе 1781 год день рождения джорджа стефенсона английского изобретателя создателя одного из первых паровозов и строителя первой общественной железной дороги дарлингтон стоктон пресса встретила появление созданного и нового вида транспорта враждебно писали что искры с паровозной топки будут вызывать пожары рельсы мешать выпасу скота из-за шума упадут на дое одним словом грядет катастрофа первый состав который вел сам изобретатель паровозов все-таки прошел тогдашняя скорость локомотива 24 километра в час казалось фантастической когда же четыре года спустя на линии манчестер ливерпуль паровоз джорджа стефенсона разбежался ко всеобщему восторгу до 46 километров о возражении журналистов уже никто не вспоминал события дня 9 июня 68 год покончил собой 5 римский император нерон это был настоящий тиран сначала он повелел октаве умертвить свою мать затем жену а в шестьдесят четвертом году сжег большую часть рима и чтобы отвести от себя подозрения начал преследовать проживавших городе христиан репрессиями конфискациями нерон восстановил против себя самые разные слои римского общества узнав что сенат объявил его врагом и разыскивает чтобы казнить император в ужасе схватил два кинжала попробовал острия каждого но потом опять спрятал оправдываясь что роковой час еще не наступил и только когда стал отчетливо слышен приближающийся топот лошадей несущих садников которым было поручено захватить императора живым нерон с помощью своего советника все же вонзил меч себе в горло 1910 год начала самого длительного в истории путешествия послания в бутылке записка брошенная за борт в бутылки из-под лосьона одним из пассажиров корабля араватта у берега в австралии будет обнаружено на острове мортон 6 июня 1983 года 1931 между москвой и ленинградом начинает курсировать первый стране фирменный поезд красные стрела главная советская железнодорожная газета гудок писала в час 30 ночи из ленинграда на москву отправиться в первый рейс экспресс красная стрела расстояние между ленинградом и москвой он покроет за 9 часов 45 минут средняя скорость экспресса 70 километров в час на отдельных перегонах скорость дойдет до 100 километров в час уровень сервиса в этом составе был для тех времен просто невероятным впервые пассажирам на время пути предоставлялись шашки шахматы и другие настольные игры в поезде работали буфеты где можно было заказать ужин с доставкой прямо в купе для удобства пассажиров в одном из вагонов был оборудован телефонный переговорный пункт с которого во время стоянки на станциях балагоя и некоторых других можно было связаться не только с кремлем но даже с лондоном и парижем 1934 год впервые на экране появляется знаменитый утенок дональд дак в мультфильме он возник из голоса актера так смешно подражавшего птицам что дисней обратил на него особое внимание первый раз дональд выступил безымянно в любительском благотворительном концерте который кстати вел микки маус но потом началась мультипликационная жизнь 1977 год выход в эфир на радио би-би-си первый рок-передачи севы новгородцева о популярной музыки ну западной естественно программа шла в течение внимания 27 лет именно благодаря этой получасовой программе имя сева новгородцева становится известным на всей территории ссср в те годы она была единственным фактически независимым источником информации о западной музыки которые хоть как-то но можно было поймать на советских радиоприемниках то есть была доступна для советских меломанов а сам сева таким образом стал первым русским диск джокеем родоначальником жанра музыкальной радиопередачи помню как мы ловили ухом знаменитая сева сева новгородцев город лондон би-би-си когда же много лет спустя я познакомился с ним то почувствовал что жму руку настоящей советской легенде ну и последним 1993 год на экраны сша выходит фильм стивена спилберга парк юрского периода он снят по одноименному роману майкла крайтона в картине рассказывается о вымышленном острове где ученые создают парк развлечений склонированными динозаврами парк юрского периода считается вехой в использовании тех компьютерных спецэффектов и получает множество положительных отзывов от кинокритиков которые высоко оценили их качество хотя реакция на другие элементы картины например создание персонажей была неоднозначной но еще несколько фактов о киношедевре парк юрского периода заработал почти 915 миллионов долларов мировом кинопрокате и в течение четырех с половиной лет до выхода титаника оставался самым кассовым фильмом за всю историю кино рев тиранозавра состоял из соединенных вместе голосов слоненка тигра и аллигатора а для его дыхания были использованы звуки выдыхания воздуха китом хронометраж фильма составляет 127 минут из которых лишь 15 включают себя непосредственно демонстрацию самих динозавров и тем не менее картина получилась настолько реалистичная что появись динозавры в реальной жизни мы бы тут же сказали а спилберг то знал с вами был николай пивненко в проекте дата